да привет привет давайте начнем и мы говорим о том хорошо ли питон подходит для обучения программирования может быть вообще не подходит может быть еще такое что-нибудь давайте я начну сначала представлюсь я сам меня зовут виталий брагилевский работаю во первых компанией же брейнс а во-вторых в спбгу на факультете математики компьютерных наук но и вообще за годы работы много чего разного преподавал а к алексей пожалуйста ты кто я программист в основном вот преподаю я потому что или больше не кому обычно или мне надоедает программировать вот я учу других чтобы они программировали за меня вот так уж вышло что я питон учил на разных работах много где и много кого вот поэтому я тоже как бы немножечко могу про преподавание питончику рассказать и дано на хекс лите на платформе хекс профессия по питону мной написаны да ну понятно понятно а михаил ты с нами нет я поначал я так при питон тоже в свое время преподавал несколько раз у меня это было по опыту несколько раз читал курс по питону на днях на одной из конференций подошли сказали большое вам спасибо за то что вы меня учили питону вот мне так это помогло в работе очень расстроился думаю нет чтобы какой-нибудь хэстеллист подошел нет вот значит рад что я его питону учил михаил представься пожалуйста москву пайтон программирую достаточно давно там как бы в коммерческом программировании лет 20 из них там с последние лет 10 пишу на питоне до этого писал там на всяком разном там наверное как многие начинал с живо бейсика с паскаля сей в общем по многому там проходился и и первым был немножко и еще дельфиа много всего и печки было вот и человек не было вот потом по это мне при просто вот влюбился я как раз тогда начал выбирать какой язык получить попробовал руби попробовал пайтон и как пайтон стал прям любовью-любовью а мы как говорим кстати пайтон или питон какие как удобно не знаю как у нас только уже питон прижился что наверное уже бесполезно старинный русский язык программирования питон понятно да так а про преподавание миша скажешь что-нибудь у тебя какой опыт да ну вот собственно я ведущий и там главный по контенту на курсах или он пайтон мы эти курсы делаем наверно уже очень 16 года сколько уже год четыре прошло вот примерно мой мой опыт преподавания там не столько как бы в такой преподаватель академический вузовский я скорее вот мы сделали курс потому что нам показалось что можем сделать что-то новое и клевое и продолжаем делать и развивать понятно здорово но то есть мы выяснили что у всех есть опыт преподавания питона нормально имеем право говорить вообще хоть о чем-то отлично а вот для затравки прежде чем мы серьезным вещам перейдем давайте я такой вопрос каждому задам и сам тоже потом отвечу какая у вас в питоне одна самая любимая штука фича что-нибудь такое и самая нелюбимая алексей давай мне нравится форматирование отступами и мне не нравится мутабельность по умолчанию для коллекции понимаю михаил ну я наверно соглашусь с алексеем что мутабельность она раздражает то есть особенно когда ты преподаешь вот это объяснить это прям боль 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 то есть сам сам как привык об это не спотыкаться но это вот на вещи которые спотыкаются ну именно именно все а так целом мне просто питон потому что мне просто нравится он приятный мне просто приятно и комфортно и у меня прям вот я смотрю смотрю код и мне мне хорошо понятно так но я про себя тоже скажу значит что мне не нравится мне не нравится что нету прямо из коробки в самом начале типов я считаю что это просто преступление против обучаемых это мне не нравится ну а что мне нравится ну слушайте вот вы начали говорить про отступы отступы мне нравятся до отступы жесткое такое отношение я люблю потому что сколько в разных языках боролся за отступы прямо не знаю так ну вот смотрите значит вот мы вроде как начали с таких относительно холиварных вещей но дальше у нас ничего подобного не будет у нас серьезный разговор никаких холиваров мы любим все языки программирования вы их ни в коем случае не шеймем я знаю есть некоторые любители всякие разные споры в соцсетях разводить там всякую ерунду про языки программирования говорить вот они плохие там а вот они хорошие любите вы их не любите у нас совсем другая задача мы такими вещами принципиально не занимаемся мы хотим выявить вот такую позицию вообще насколько хорошо питон подходит для обучения программированию может быть какие проблемы обсудить всем и так понятно что питон очень широко используется для обучения наверное у меня нет конкретных цифр но я думаю что он первый в мире по широке распространение в образовании вот если как говорят что не помню где-то слышал цитату что питон лучше второй язык для любой области да вот такое ощущение что в образовании он первый по крайней мере по факту использования но с другой стороны есть разговоры про миллион мух которые не могут ошибаться но посмотрим а значит вот наше обсуждение очень серьезно именно именно в эту тему и начнем мы в таком режиме есть некий общий фреймверк позволяющий оценивать языки программирования с точки зрения их применимости в обучении в этом фреймверке ну порядка нам 15-20 критериев по разным способом и мы сейчас просто аккуратно пройдемся по таким критериям и посмотрим подходит ли питон под эти критерии или нет они были выработаны сообществом обратно тех кто занимается обучением программирования на протяжении десятилетий то есть такая более менее стандартный способ оценивания языка программирования его применимости к задачам именно при обучении я напомню при обучении программирования у нас заголовки это написано да то есть мы не хотим говорить о том как там вот взять опытного программиста и научить его конкретно питону нет вот мы говорим о том как учить программирование потому что именно для этого чаще всего питоны применяется ну и вот мы будем сейчас в этой части в таком режиме работать я буду задавать вопросы алексей михаил и я тоже будем на них отвечать ну может быть посмотрим там есть интересные темы для обсуждения я надеюсь что нибудь новое полезное про питон узнать вот в рамках такой дискуссии да ну вот а если кто-то опять же пришел за холиварами можете отключаться у нас строго серьезно в общем как то так так но и начнем мы с первого вопроса удобно ли строить образовательный процесс помощью языка питон ну есть там такие вещи скажем вот как знаете про джаву всегда говорят там вот пока ты начинающим у нее не покажешь такую магическую конструкцию static там чего-нибудь там int void и там какой-нибудь массив строк еще чего-нибудь но вот пока функцию main жутким образом не напишешь не нельзя начать вот как в питоне с этим насколько это удобно можно ли построить темы так чтобы аккуратно подробно рассказывать алексей что на этот счет скажешь тут можно две разделить этот вопрос на две части легко ли на питоне написать первую программу нет очень просто print hello world то все пишем то есть никакой обязательные структуры файли нет это конечно очень хорошо то есть по сравнению там с другими джет языками то есть то есть джавы гораздо меньше 0 будет плей это лучшее количество будет который нужен вот то есть с этой точки зрения все хорошо и все плохо с тем чтобы доставить нужную версию питона до машин всех учеников это прям проблема потому что 2 против 3 вот это все если например проводить обучение в какой-то среде внутри браузерной там эта проблема решается поэтому я чтобы чтобы вообще доставки не было никакой да в идеале да потому что зоопарк операционных зоопарк версии питона нет проблем ну мы себе испытываем я наверное тут у нас как у нас у нас на курс то есть мы 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 занимаемся обучением не студентов а таких ну там более более менее людей как бы взрослых да вот и у нас как раз приходит как раз тот самый зоопарк это прям вот наше все примерно там половина это винда остальные там примерно там линукс мак там где где то но не пополам но там то есть в принципе ну второй третий питон сейчас наверное уже ну с точки зрения особенно когда там это там только начинает наверно сейчас ну там назад нам было по-другому в районе например питона 3 3 4 был там конечно вот больновато вот то что алексей говорит приходилось им сначала в начале в начале курса рассказывать всякие магические пасы руками чтобы на винде вообще все более-менее нормально жило при этом как бы не как программисты умудряются использовать windows я вообще не понимаю это невозможно ну надо сказать начинать да михаил давай михаил за последние просто вот да за 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 последние четыре года я бы сказал что на винде питон стал гораздо менее болезненным если сравнивать с каким-то девятым годом вот у меня просто как раз когда я только начинал с питоном дружить у меня этот самый короче полетел ноут я взял замену имеет примерно месяц и я жил там пока на новую не накопил я жил на винде с питоном на винде тогда было вообще вот это прямо было тяжело так хорошо это это технологический аспект а вот если мы самому языку вернемся вот скажем есть у вас какая-то любимая последовательность тем в каком в каком порядке что вы вводите из питона там я не знаю там начали просто переменные списки и кортежи вот вот что нибудь такое насколько легко удается такую последовательность выстроить ну благо питон все-таки продолжает оставаться скриптовым языком поэтому мы можем прям на верхнем уровне модуля последовательно писать шаги действий каких-то можно не касаться объявления функции или процедуры достаточно долго и отлично давать базовые вещи вроде объявления переменных там присваивание нового значения и вывода всего в консоль как бы не погружаясь дальше в структурное программирование то есть можно прям его отодвинуть немножко в сторонку и какие-то базовые такие вещи рассказывать просто портянку кода люди пишут и это очень хорошо работает и нет людей конфьюза вы используете репл например потому что в репли опять же однострочные конструкции отлично точно также просто под по одному по одной строке за раз и вводишь и он точно также все выполняется все максимально привычно вот то есть сложность введения тех же самых функций можно подвинуть на позже это хорошо а репл вообще удобно до использовать вот в таком обучении это недостаточно удобный apple если на него там поставить какой-нибудь ipad например там появляется автокомплит появляется редактирование многострочных кусков то есть можно не бояться что мы там интер нажали перебиваем опять весь текст вот копипаста из браузера прям туда работает приличный так михаил добавишь мы наверное перестали вот последний наверно там год код так что-то у нас михаил пропадает довольно удобно так давайте пробую сейчас вроде нормально говори вот то есть репл мы там как бы давали вначале сейчас перестали давать потому что оказалось что можно без этого обойтись но опять же репл действительно как бы удобная штука это действительно очень хорошая штука и в принципе такая последовательность вот мы например там одна одна из вещей которые там в которые я как бы лично верю да там это скорее как вопрос веры да вот но то что люди должны ну как бы программирование это про мотивацию на мой взгляд то есть мотивированный программист не мотивированный программиста два совершенно разных программиста вот и поэтому мы стараемся сделать так чтобы люди как бы как можно быстрее получать на самом деле на первом занятии пишем простого ботика для телеграма и потом многие вещи мы делаем не в консоли а в ботике потому что это тоже текстовый интерфейс но такой прикольный гламурный его можно там не знаю маме послать ссылку вот 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 это вот все да но оно такое добавляет как сказать человек быстро получает какой как какой-то результат который он может погордиться то есть да и показать сразу показать да да понятно это кстати говоря вот интересно такое ощущение что мир меняется когда-то давно такой сеймур паперт автор лога он говорил что вот для того чтобы язык программирования был хорош для обучения нужно обязательно чтобы в нем можно было легко выражать какие-то физические аналогии чтобы человек мог понимать ага вот он программирует а вроде как он из реального мира что-то делает а тут получается что мы от таких физических аналогий переходим к аналогиям реального мира интернета да вот ботик реальный мир интернета еще там что-нибудь такое алексей а у тебя какие такие примеры есть вот таких аналогий которые вроде как пишем программа вроде как что-то нужное полезное из реального мира делаем ну можно вспомнить что многие книжки раньше по крайней мере по питону довольно быстро поднимали тему написание графических приложений питон идет с такой интер это обертка на текей вот она супер процедурная прям вот да нельзя то есть более процедурно верну только в бейсике его и делать вот поэтому она позволяет не сильно погружаясь в объектные какие-то штуки вот не сильно разбираясь в том что вот такой объектный пиа и прямо прям процедурненько отображать юзер интерфейсы и более того это в том числе на винде работает сразу из коробки и на винде редактор кода который с питоном вместе идет до а это он написан на этой же штуке то есть практически так как с молотовки то есть у нас есть среда в которой можно самому кнопочку прикрутить написать что она делает это прикольно вот поэтому ну вот я вообще согласен с тем что поднять ту самую мотивированность в учениках можно за счет того что ты им показываешь что-нибудь клёвое не просто текст который в консольку пишется а хотя бы текст который пишется в телеграмчик ну вот тоже хороший вариант либо вот юзер интерфейс какой-то вот это привлекает людей и у них сразу интерес какой-то появляется вот это хорошо не скажу что там все идеально вот но есть такая возможность кроссплатформенно делать какие-то графические визуально привлекательные штуки то есть такое настоящее программирование вот ну да можно сделать приложение правда его сишник потом не упакуешь эта проблема конечно так отлично давайте дальше двигаться ну считается мне по крайней мере так кажется что программист тот который человек который владеет разными языками программирования ну вот он с разных сторон может смотреть разные задачи решать и вот если мы будем представлять для себя такую траекторию вот человек начинает с питона а дальше переходит на другие языки программирования вот как вам кажется это ему по это помогает ему перейти на другие языки или не очень или мешает вот какие тут точки зрения есть михаил например что скажешь ну наверное здесь все не супер идеально потому что питон все таки у него там много своей обычности которых других языках наверно там все устроено по-другому с другой стороны ну как бы базовые концепции в принципе там все наверно такие часто используемые чат вид и дальше это как бы вполне возможно с другой стороны но там опять же вот те там те кого я вижу вот на там наши студенты да там я вижу что там дальше там идут куда-то там и на бошечку и на джаву и в принципе там тех кому это там интересно да которые прям вот как мотивированные я опять повторю свое любимое слово они двигаются а те кто учат питон для того что здесь ну опять же это то что вижу я там тоже к нам приходят люди которые просто хотят как это решить какие-то свои свои задачи проблемы ну да питон которому надо какие-то циферки там которые вам дает условная google аналитика как 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 красиво рубить и цельщик его уже не очень удовлетворяет он работает с питоном в принципе ему больше как бы там никуда дальше он особо двигаться не будет да то есть для него это это инструмент то есть он не собирается быть прямо программистом он хочет ну как бы меньше зависеть от программистов вот скажи а правильно ли я тебя понял что ты говоришь что может быть подготовкой будущего программиста не все гладко а вот если человек не программиста в другой области то вообще идеально вот тогда алексей прокомментируешь если будем брать рассматривать питон как язык для скриптования каждодневной рутины без подготовки себя к будущему там профессионального программиста я даже соглашусь наверное питон лучше многих других языков он не идеален конечно но он подходит ну крайне мере можно писать много очень простого концептуально кода он будет страшненький без управления сложностью но зато его сможет понять автор даже если какое-то время придет вот так как бы да для решения каждодневных задач питон хорошо подходит он не учит наверное может быть не не тащит за уши в повышение абстракции и поэтому язык хорошо прижился в смежных областях то есть всякая прикладуха около вычислительная отлично на питоне живет именно потому что он достаточно простой чтобы на него вскочить и дальше ехать а дальше уже там пускай люди не находятся в постоянном самосовершенствии но зато свои задачи не решают вот по крайней процедурная часть питона она же взяты из языка и бисе в свое время и вот как бы процедурный python пока мы не лезем в уп он ну довольно таки стройный приятный высокого уровня язык вот объектная модель там своеобразные это уже наверное инженерия проступает питоне они образовательность а просто точно хорошие и понятные ну кстати вот час современные работы на тему обучения программированию они отказываются от такого раннего о п то есть они говорят что ну слушайте давайте мы сначала получим нормально процедурки функции писать решать задачи а потом уже какой-нибудь будем такое большое структурирование изучать так ну то есть я так понимаю что тут я тоже с этим согласен что если человек не будущий программист то однозначно питон ему нужен это вторая грамотность это в общем там не важно ты биолог там химик или гуманитарий какой-то то питон полезно изучить и будет относительно просто и понятно да по крайней мере вот в начале до каких-то своих задач правильно согласно да да есть по питону отличные книжки на уровне автоматизируем скучную работу на компьютере с помощью питона они новичковые вот прям неопытных пользователей компьютера вообще рассчитаны и при этом там написано как там групповое переименование файлов например сделать задача ну кого угодно может возникнуть на самом деле и да это пытаются человеку сказать чтобы он сразу написал универсальную программу для всего ему его учат написать в три строки скрипт и он доволен тем что он решил свою проблему слушайте ну кстати я вот сейчас задумался вот если у меня есть такая задача что я возьму и у меня такое ощущение что я возьму питон ну потому что питон лучше чем например баш какой-нибудь он еще и расплатформенный и он лучше чем powershell он сильно проще чем повышал какой-нибудь или чем apple script например и ну там буквально псевдокодом пишешь вот такие простые задачи реально пишут псевдокодом на английском языке еще работе да я еще быстро загуглю это решение да отлично да хорошо да михаил добавишь что нет ну как бы при этом там вот там если люди не хотят там есть категории людей которые пропадают так раз раз да сейчас слышно так что-то что-то мы у нас плохо пропадает связь михаилом раз раз вот сейчас слышно да в эту секунду почему-то у меня периодически интернет тот он хороший тот буквально не знаю вот то есть есть студенты которые там пять лет учатся и там можно прям вот там система надолго и так далее там да и условно говоря мы понимаем что там результат будет какой-то там довольно отложенный вот есть люди которые хотят там довольно быстро там поменять там сейчас довольно там ну как сказать распространено люди хотят там поменять профессию вот и мне кажется вот как 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 первый язык для тех кто хочет вот как который не программировал да которые там хотят войти программирование это он тоже довольно неплохо просто потому что повторюсь как бы ну довольно быстро можно добежать до результата и там к тому моменту когда ты добираешься до каких-то вещей которые тебя там ну да да разложено граблей на всяких интересных и уже ну довольно как бы неплохо сказать понимаешь вообще что вокруг происходит на мой взгляд то есть если там какие-то другие языки там ну по-разному бывает тут я конечно вот совсем не могу согласиться это по моему не понимаешь что происходит и не понимаешь что у тебя с памятью происходит вообще в принципе ну когда на питоне программируешь то есть ты берешь список и ты вообще не понимаешь как он устроен ты туда можешь загнать не то при этом все равно например питоне чуть проще чем в скажем java даже по отношению к памяти потому что вот мы в питоне пишем мы не думаем что нас есть куча что у нас здесь какой-то стек что у нас есть какие-то боксить значение что у нас есть какие-то анбокс изначения питоне все всегда передается посылки и только посылки и все если нет вариантов не нужно помнить об этом не нужно помнить о том что мы сейчас передаем переменную по значению до или по ссылки на нее. Мы всегда передаем по ссылке. Это очень сильно снижает когнитивную нагрузку. Другое дело, как бы это не самый приятный дефолт, особенно при наличии мутабельности, но это прям сильно проще, чем много где. Да, проще и помогает быстрее, опять же, получать результат, то, о чем мы говорили, решать задачи. Ну, просто там, опять же, возьмем какую-нибудь работу с памятью, пока ты дойдешь до задач, где тебе действительно нужно понимать, как работает память. Мне кажется, тебе гораздо быстрее упрешься в то, что тебе надо понимать, как, условно говоря, работает условный HTTP, что гораздо проще. Или там, условно говоря, как работает база данных. Это гораздо более высокий уровень абстракции, и как бы об него начинаешь биться гораздо раньше. И вот, ну, до задач, когда ты действительно упираешься в память, ну, еще дожить надо. И большинство, там, тех, там, тех, кто идет в питон, на мой взгляд, там, ну, не большинство, окей. Не большинство, но значительная часть до этого, ну, может быть, никогда и не дойдет вообще, в принципе. Да, то есть, вот. Так, хорошо. Вот я сейчас задам, ну, как мне кажется, неудобный вопрос для всех любителей питона. Вот такой. А, ну, когда мы учим программирование, мы хотим, чтобы наши студенты, школьники писали правильные, корректные программы. Вот насколько питон этому помогает, а мне кажется, что мешает. Вот он совсем не ориентирует программистов на то, чтобы было корректно. Скорее, вот, чтобы был быстрее результат, но совсем не, чтобы было корректно. Как fight me, что называется. Ну, во-первых, сейчас в питончике это никак интерпретаторам не форсится, но потихоньку люди задумываются о типах, и можно, в общем-то, об этом начать говорить довольно рано. А на сколько? А на сколько? Например, просто даже вот можно студентам предлагать писать аннотации типов функций прямо вот как часть документации. Прямо с самого начала. Это позволит не то, чтобы там интерпретатор как-то это учитывает, это нужно специальные средства подключать, но порядка будет больше. Это как вот был в свое время в школе алгоритмический язык такой на русском. Да, да, я знаю, я изучал, да. И там у него писалось в начале функции надо и дано. Это просто вид док-стрингов, он ни к чему не обязывает вообще, но как бы дидактический какой-то момент, он хорош. И в этом плане, в общем, в питоне можно, ну-ка, по крайней мере, простые типы на уровне там список интов выразить довольно просто, оно не очень монструозно выглядит, а порядку добавляет. И даже и ДЕшка какая-нибудь типа Пайчарма, она будет подсказывать, если ты неправильно используешь. Слушай, а ты так делаешь у себя? Я привык к тому, что пользы от этого нет, если мне компилятор не помогает, зачем? Ну, понятно, понятно. А еще я очень быстро упираюсь в то, что я не могу выразить то, что я хочу на тех штуках, которые в питоне предоставляются. Это потому, что ты слишком умный. Ну, да, пописал на нормальных языках, я уже понял, что компилятор мне мозги заменяет, а на питоне думать приходится. Но, с другой стороны, все-таки чуть-чуть более сильная антипизация спасает во многих ситуациях. Мы, конечно, в рентайме ошибку получим, но все-таки получим ее. Не хватает в некоторых местах. Хотелось бы посильнее антипизацию, но лучше такая, чем никакая. В этом плане, как бы я, например, всячески благодарен Бейсику в свое время, потому что Бейсик не позволяет числа со строками складывать. Ну, никак. Как бы числа – это числа, строки – это строки. Ты сразу начинаешь об этом думать, и это хорошо. Да. По память не думаешь, а про типы думаешь. Да. Питон в этом плане похож на Бейсик, то есть он точно так же строки с числами не смешивает просто так. Хотя, может быть, это кому-то бы понравилось. А там же умножать можно или нет? Умножать можно. Умножение – это пятигружная операция, мы можем строку на число умножить, но не наоборот. Угу, понятно. Да, Михаил, добавишь что-то? Ну, да, здесь… Меня интересует именно… Да, говори. Да, смотрите, чем мы сравним. Если мы сравним с компилируемыми языками, там, да, там… Это одна история. Если мы сравним там с интерпретируемыми языками, там, ну, как бы, другая история с питонием, мне кажется, вот там, ну, как бы, там довольно неплохо сбалансировано, да, то есть между тем, что удобно и между тем, что надежно. вот с точки зрения такого универсального инструмента, если делать жестко, то потом, ну, будет тяжело большому количеству там людей решать свои задачи. как бы вопрос, что, да, там, на каких-то там… чем дальше живешь, тем больше хочется вот этой вот жесткости. Для начинающих как раз там, с одной стороны, мы, мы, как бы, ну, стараемся, чтобы они понимали, что там, вот там, с первого занятия мы им капаем на мозги, что типа это важно там и так далее, да, ага, ага. потому что, потому что это действительно важно и там мы им говорим, что там вот там один из первых вопросов, когда там вот ошибка, да, что у тебя лежит в переменной, какого типа? Прям мы с самого начала капаем. Это, это очень… С другой стороны, это не… Вот, с другой стороны, это все-таки, ну, как сказать, снижает порог вхождения и мне кажется, это важно. То есть я правильно понимаю, что мы вот готовы подписаться под таким обращением, ко всем, кто использует питон для обучения, что про типы нужно начинать говорить все-таки как можно раньше, ну, например, в таком документирующем режиме, да, как… Но питон же все-таки язык с сильной типизацией. Да, да, понятно. Поэтому ошибки типизации будут возникать часто и чтобы объяснить, почему вообще такое происходит, нужно вообще сказать, что да, вот есть числа, есть стройный компьютер глупый, он не умеет одно… А вот про аннотации именно, вот писать аннотации, меня это больше… как бы… То есть одно дело подумать, ну да, вот тут такого типа что-то, а другое дело приучить себя уже их писать. вот это нужно или… Ну, это как приучать писать докстринги, например. Ну, согласен, да, да, То есть как бы мы можем показать пользу от этого, мы можем сказать, что вот у нас есть там какие-нибудь средства, там типа линтера, да, или простого тайпчекера, которые помогают нам не ошибиться. Вот. С другой стороны, в питоне широко используется, вот в стандартных, по крайней мере, средствах широко используется полиморфизм. То есть многие вещи работают через протоколы. То есть, например, итерация там работает с кучей разных типов, и код часто достаточно полиморфный, то есть там ограниченный полиморфизм на самом деле. Вот. То есть нам… У нас, допустим, функция работает там с любыми итераторами и распечатывает их последовательно. Вот. питонская система типов с трудом позволяет вообще такую концепцию выразить, особенно так, чтобы новичок понял. И приходится использовать там какой-то any. И, соответственно, у нас абстракции текут. При этом код продолжает работать, и он даже, в общем-то, надежнее, потому что то, что в питоне идет, оно плюс-минус не противоречиво. В стандартной батарейке плюс-минус работают со всеми встроенными коллекциями, функции хорошо по-минусу. Пока остаешься в рамках стандартной библиотеки, в общем-то, все работает. Оно там у себя, авторы языка, отладили, и у них там тесты есть, и может даже паталитчек на нашло-то. Вот. Поэтому, ну, меньше таких проблем возникает. Понятно. И за счет сильной типизации мы знаем, что у нас неправильно подставленное значение сильно далеко не убежит. Это немножко радует. Так, давайте дальше двинемся. Вот такой вопрос. Вот если, допустим, я там опытный преподаватель вообще, но питон никогда не преподавал. И я, допустим, вот в разных, там мне нужно школьников поучить питону, там, не знаю, курс студентам прочитать, или каких-нибудь взрослых людей научить без опыта программирования. Вот насколько мне легко найти обучающие материалы, чтобы вот недолго думая, прямо по ним начать читать такие курсы. Вот что с этим у нас, с документацией вот такого рода? Как бы методички для преподавателей, чтобы быстро начать преподавать. По Пайтону русскоязычной литературы такого рода мало. Если английский язык не пугает, очень много книжек именно вот методичкообразных. То есть, как преподавать питон школьникам. И там как раз рассказывают, как быстренько сделать так, чтобы у них там круг по экрану бегал. как преподавать Пайтон людям, которые компьютер вообще давно используют. Но там хотят научиться программировать в итоге. То есть, там другая подача материалов совсем. Есть литература. Есть. На русский ее почему-то редко переводят. Но пока еще у нас в образовательный процесс питон не сильно влез. Не так глубоко. Ну, потихонечку время. Как только Министерство образования решит, что в Питоне Паскаль заменяем, в школу заменяем Пайтоном Паскаль, я думаю, учебники тоже появятся. То есть, методичка литература есть. Понятно. Понятно. Да, Михаил, добавишь что-то? Кроме того, на мой взгляд, определенный плюс в том, что есть разные инструментарии, которые можно к себе так или иначе интегрируют. Потому что, если говорить про детей, у меня сейчас как раз это не совсем про курсы. У меня попросили позаниматься с человеком с аутизмом. И там есть определенные сложности. И, например, там вот сейчас неплохо зашел Code Wars. Может быть, слышали? Code Wars.com. Там такое, оно очень игровое, но при этом довольно легко человек вообще включается в процесс. И вот такой инструментарий, который тебе позволяет как-то может быть, это не совсем методологический материал, это скорее как тузы, которые ты можешь интегрировать. Там какой-нибудь тот же самый Юпитер, который тоже позволяет с целым рядом задач, опять же, если мы преподаем непрограммирование вообще в целом, а вот какой-то определенный сапсет, тоже очень хорошая штука, которую взял из коробки, используешь. Это, кстати, классное замечание. То есть у нас методические материалы вполне могут уже в инструментарий превращаться, ну, в современном мире. Да, это круто. То есть это, конечно, продолжая разговор про инструментарий, вот что мне интересно тут. Можно ли, например, сделать какую-нибудь такую с помощью инструментария, не знаю, линтеров каких-то, еще что-нибудь, какие-то наложить ограничения на язык, чтобы у пользователя обучаемого были связаны руки, что называется. То есть какой-то минимум возможности ему предоставить, а если он будет за них выходить, чтобы ему там по рукам били, например. Вот такое что-то есть. Это, честно говоря, проблема, у нас там в кекс-листе возникала. В питоне все довольно-таки плохо с тем, с консистентностью API-ф стандартных. Что-то прям откровенно объектное и при этом тут же есть функции. То есть допустим, чтобы узнать длину списка мы вызываем функцию len, а чтобы добавить в этот список мы вызываем метод append. И нам надо помнить, что есть метод какой-то. То есть вот это плохо с точки зрения преподавания, потому что нельзя, например, в OOP не погружаться совсем. То есть нужно все равно объяснять, что вот есть функции, а есть методы, они по-другому пишутся и будут другие совсем ошибки. непонятные, причем достаточно. Вот. С помощью линтера заставить везде вызывать метод как метод класса и передавать туда экземпляр можно, конечно. То есть будет list.append и туда список L передается и 42. Можно, наверное, с помощью правил линтера это дело написать, но тут появится другая проблема. Если ученик пойдет гуглить, он нигде не увидит, что он так делал. линтера и единственный вариант попробовать сделать например свою какую-то прелюдию, как это называется, стандартную библиотеку свою, которая предоставляет свои функции и разрешает использовать только их, например. А такое можно, да? обернуть все, что потребуется ученикам в виде какой-то библиотечки можно, но, например, тут мне гораздо больше нравится подход с Racket, потому что там есть целая перечень учебных языков, которые расширяют друг друга, и мы на каждом следующем шаге получаем новые функции, но при этом у нас продолжает работать старый код, и при этом не работают еще фичи, которые потребуются в будущем, и это очень круто, то есть прямо у нас 3-4 языка, и они все развиваются друг через друга, и мы физически запрещаем на уровне 3 использовать фичи из уровня 4, и ученик про их не знает, у него другие сообщения об ошибках более понятные, больше каких-то проверок делается, да, ну, потому что там платформа позволяет такой Ну, да, Racket это, конечно, идеал в этом смысле, И то мне придется какую-то так делают, например, делают курсы, которые построены вокруг какой-нибудь библиотеки, в которой, например, не принты, а какие-то вот такие штуки типа Тёртл, того же самого, то есть какая-то сразу же графика, да, да, всё это упаковывают в iPython ноутбук, вот этот жубитер ноутбук, и там полюсер пишет, у него коротенькие функции с понятными названиями, вся объектная штука скрыта внутрь, и, ну, можно так сделать, можно, но всё зависит от преподавателя, он должен пересказать довольно рано, что это специальная такая учебная версия Python, которая именно помогает на первых порах. Да, мне понравилось, ты сказал, потому что если они начнут гуглить, то сразу увидят всё не то, да, и что-то совсем другое. Ну, нужно их предупредить, что вообще инженерный код отличается от того, что вы сейчас видите, мы к нему там придём, но пока вот будем делать так. Да, Михаил, а вы что-нибудь такое используете на курсах у себя в виде тузов каких-то таких? Нет, у нас вот мы хотим, чтобы они, повторюсь, вот, они к нам как бы приходят, мы практически с начала курса, у нас курс там делится на две части, подготовка дипломного проекта и дипломный проект, и мы хотим, чтобы они дипломный проект брали вот какой-то, который им либо интересен, либо полезен, а это означает, что они могут делать вообще всё, что угодно. Прям вот, ну, если вспоминать, что у нас делали, то, наверное, вот, всё делали, что можно себе придумать, вот, включая даже мобильные приложения на Киви, были люди, которые были достаточно смелы для этого. Так, понятно. Но, видимо, надо прям чётко разделять, какого рода у нас обучение происходит. Если мы даём профессию или просто навык автоматизации чего-то, то можно сразу давать питон в том виде, в котором есть, сразу теперь сказать, что язык, вообще говоря, мощный, там, на него можно делать много разное, вам может быть что-то где-то непонятно, вот вам книжечки, здесь подробный перечень, как бы, мы вас будем учить практическим вещам. В принципе, это, ну, удовлетворит большинство слушателей. А вот, если мы учим школьников, там, или студентов в информатике вообще, наверное, там стоит уже заморочиться, сделать методичку, вот, чтобы люди сначала в методичку смотрели, в методичке, например, может быть, где-то там маленьким текстом написано, что эта функция, на самом деле, она делает вот то-то-то-то-то-то. Если вы очень хотите, вы можете взять большую книжку и разобраться сами дальше. Или, например, об этом будет рассказано там в конце курса. В экспресс таких практикумах нет смысла заморачиваться в том, чтобы прятать сложность языка, потому что она все равно всплывет. Понятно, понятно. Да, Михаил, ты? У меня ребенок, ему 8 лет, да, и я сейчас наблюдаю, есть такой портал учи.ру, вот, не знаю, может быть, те, у кого дети слышали, там всякие задачки для школьников, и там есть блок про программирование. Мне как раз было интересно посмотреть, как там, то есть, они говорят, что там у них питон, но формально действительно там действительно Python-овский синтаксис, только по факту, ну, то есть, по крайней мере, то, что он, ребенок решал, это логические задачки, которые ты решаешь какими-то кусочками, ну, которые действительно по синтаксису напоминают питон. Но с другой стороны, я это воспринимаю как именно как бы такую тренировку решения логических задач. То есть, он должен не там понимать, там, не знаю, какую-нибудь функцию, там, не знаю, ветвление, что-то такое, вот, он должен сначала понять вообще, как подходить к таким задачам, да, то есть, как вот в принципе можно вот логические задачки решать, что там, как бы, а дальше, какой синтаксис мы используем, там, не знаю, ну, там, пальцы в этом плане, удобен в том плане, что он там, синтаксис минималистичный, не надо объяснять там условные скобочки. Так, ребят, давайте, у нас, у нас время сейчас уже подходит к концу, давайте к следующей части перейдем, мы такой обзор фич сказали, значит, я хочу поделиться с вами своей болью здесь, вот то, что меня особенно сильно раздражает именно с точки зрения обучения программированию, ну, вот у меня есть опыт обучения программированию на самых разных языках, и вот давайте вы в таком режиме, вот я говорю какую-нибудь фичу, которая мне сильно с точки зрения обучения не нравится, и хочу, чтобы вы мне, ну, у нас времени мало, поэтому желательно покороче, рассказали бы, что я вообще не прав, и все не так, а может быть, согласились бы, что это действительно создает проблему при обучении, вот так, и в игру такую поиграем, значит. Значит, вот смотрите, первое, что мне сильно не нравится, мы частично уже об этом упоминали, у программиста начинающего какая-то безумная свобода, вот он, что бы он ни делал, у него обязательно куча возможностей это написать по-разному, и там разные библиотеки применить, и вот когда у него есть такая свобода, он просто не знает куда бежать, вот у него нет чего-то простого, вот у него прям миллион путей, и часть этих путей какие-нибудь ужасные, скажите что-то про это. Питоне довольно приличная стандартная библиотека, и многие задачи, все-таки средствами ее решаются, и в стандартную библиотеку, в ее документирование с примерами много сил вложено, поэтому в принципе наверное стоит довольно рано сказать, что не ищите сразу же библиотеку на первой чьих, которая строчку пробельчиками дополняет слева, это все делает стандартными средствами, которые заведомо работают, у вас будет код понятия другим людям, и так далее, то есть нужно топить за то, что постарайтесь использовать стандартную библиотеку, даже если вам скажу, что стандартная реализация JSON, она там медленная и все плохо, лучше по максимуму оставаться вот в песочнице, потому что она достаточно богатая, то есть очень многое можно сделать из того, что в комплекте с языком идет, это хорошо. Так, понял. Да, Михаил. Здесь это так и есть, мы это немножко нивелируем тем, что у нас студенты бьются на маленькой группе, у групп есть этот самый куратор, который делает им ревью. Ага. И как бы человек смотрит и говорит, что там вот здесь лучше так, вот здесь не стоит туда лезть и так далее, но это понятно, что это штука, которая масштабируется довольно плохо. А почему лучше? Вопрос теперь, почему лучше? Это тоже приходилось к ревью делать студентам, ты им говоришь, лучше всего так, почему лучше? Нужно каждый такой случай объяснять. Нет, мы обычно стараемся, чтобы объясняли, да, то есть это понятно, что там не ревью в смысле такого, как ты делаешь код ревью на работе, когда просто вот это перепиши нафиг все, да. вот, ну как бы мы стараемся, чтобы объясняли, чтобы у ребят что-то в голове откладывалось. А зато, кстати, можно что-то. Можно добавить еще, что в питоне есть пепы и есть пеп-8. Да, если можно сослаться. Там вообще написано про то, как вообще принято писать. И это очень хорошо. Не у всех языков такая штука есть. Плюс еще такая интересная, ну просто я вспомнил моментик интересный. Бывает какой-нибудь там человек из мира JavaScript-а спрашивает есть у вас для питона какая-нибудь такая мега-библиотека супер-хелперов там вот типа для JavaScript-а, которая там функциональщина всякую притаскивает редисы разных там с разных сторон и так далее. И им говоришь, что вообще в питоне не надо это ничего делать, потому что стартная библиотека богатая достаточно. И люди такие так бывает. Но это просто проблема того, что бывает минималистичный язык, у которого все решается библиотеками. Питон спасает то, что стандартная библиотека очень многие задачи решает. И не нужна специальная какая-то внешняя магическая библиотека, которую по умолчанию ставят все. Это как линзы вон в каске. О больном, да? Вот, вот, то есть как бы в питоне нужен свой лодэш, вот, и это хорошо. Так, ладно, дальше. Вот как вам такое? Значит, у меня школьник пишет программу, скрипт на питоне, у него в начале там что-то написано нормальное, дальше во второй половине, до которой execution вообще исполнения не доходит, там написан вообще какой-то полный бред. Он запускает программу и заинтерпретируемость она идеально отрабатывает. То есть пусть там во второй половине полный бред, но туда просто не дошло исполнение, и он рад, он написал программу. Как вам такое? Как вообще с этим жить? В питоне нельзя написать синтаксический некорректный код. Ну, окей, синтаксический корректный. Это, например, большая разница, потому что, например, в basic можно написать как раз-таки полную чушь, потому что интерпретатор еще и парсит по дороге. В питоне хотя бы у нас есть популяция в байт-код, как бы мы откровенную дичь не напишем. Ну, с типами запросто напишем откровенную дичь. Если в процессе ученика приучать к тому, что он линтер будет запускать, линтер проверяет в том числе код, который еще не запускали. Ага, ну, это да, это сложнее, конечно, да. Так, окей, окей, давайте дальше, ну, как бы, так себе, но убедили. Слушайте, if отвратительный. Вот я пишу этот if elif какой-то там, и это такая императивщина, которую, не знаю, в фортране так в 50-е годы писали. Как вообще так в 2020 году можно языки программирования делать? Главное, более того, что большинство конструкций в питоне это не экспрессион. Ну, прям, ну, плохо, плохо. Ну, нам, функциональщикам вообще смерть просто. Вообще не понимаешь, причем даже функциональщик тут, как бы, условно суперпроцедурный Rust, если взять, там условная конструкция это экспрессион. И в питоне приходится отдельный, например, синтексис для тернарного оператора иметь, хотя можно было бы обойтись просто, если бы все было экспрессионом, можно было бы явный там ретурн делать в конце. Вот, это было бы хорошо. Но, и опять же, не самый плохой вариант, потому что, например, в питоне не приветствуется писать однострочные какие-то if с else-ами. все-таки стараются отступы везде расставлять, и линдер за это ругает. Поэтому, ну, код выглядит получше. Он страшненький, не хватает, может быть, свитч, да, конструкции, но за счет того, что это очень похоже на псевдокод и всегда обычно выровнено нормально, читается код в среднем неплохо. Битвы египетских скобок нету против других скобок. Ну, да, опять же, если говорить о совсем начинающих, то, ну, как бы, это там нормально читается, да, там if x list, да, это очень, ну, как бы, легко понять, просто там уложить себе в голову. То есть, там, то, что ты говоришь, ну, как бы, наверное, правильно, то есть, ты просто об это начинаешь биться уже потом, когда, то есть, ты до этого, это проблема белых людей, да, то есть, ты до этих проблем еще доживи сначала. Есть другая проблема. Похожесть питона на английский язык очень большую просто подкладывает мин, замедленного действия, когда ученики пишут if a равно 2 or 3. Это абсолютно валидная конструкция на английском языке, и она делает совсем не то, что ожидается. Она всегда истинная. Прекрасно. Это было суперплохо вообще, очень плохо. Или когда мы, например, синтаксически сладенькую конструкцию пишем там, например, x, он одновременно там больше нуля и меньше трех. И для некоторых типов это очень странно работает, потому что на самом деле это рассахаривается совсем не в то, во что ожидает ученик. Особенно, если, например, с одной стороны меньше, например, с другой стороны равно. И это прям ух. Сюрприз. И вот эта вот похожесть на псевдокод, она преподносит сюрпризы. Потому что в других языках все равно есть какая-то гербозность, например, скобочки вокруг условия обязательные. И человек видит, что он на самом деле не на английском пишет, он пишет все это на языке программирования, и его ругают за то, что он так вот ор воткнул, потому что синтаксически оказывается некорректно. А тут синтаксически корректно, только делать совсем не то. Вот. Так. Ну, отлично. Давайте уже совсем к концу подходить. Я напоследок, спасибо огромное за разговор, очень интересно было. Я не начну учить на питоне в ближайшее время, но вы мне вообще много чего интересного рассказали. А у меня такое заключение будет от меня. Слушайте, давайте мы с вами вообще все будем учить и любить разные языки программирования. Но они такие все интересные, они разные, там есть проблемы, а у кого их нет. Но, ну, слушайте, надо все любить, все изучать. А если еще и кто-то будет задумываться над тем, что как бы сделать язык поудобнее для обучения, это вообще супер. Давайте вот учить, любить и так далее. Языки программирования forever, даже питон. Давайте, скажите что-нибудь напоследок. Я соглашусь, самое главное научить любить программирование, что человек из того, что я видел, одна из больших проблем, то, что люди не верят, что они могут программировать, что программисты должны быть вот такие вот суровые, бородатые, сильные. Как Алексей. А если человек смотрит в зеркало и понимает, что не похож, то все. И когда человек чувствует вот это творчество, то, что он сделал, и оно работает, и оно как бы приносит какую-то пользу или просто чешет его эго, у людей взгляд меняется, они понимают, что они могут творить. Это очень круто. Мне кажется, инструмент здесь уже немножко, он важен, но если человек поймал вот эту волну, дальше он не пропадет. я тут хочу сказать, мне кажется, стоит вообще максимально широко до всех доносить, что мир у нас сложный, и программирование сейчас как никогда обозначает вообще что угодно, это огромный пласт человеческой деятельности, и всегда найдется место разным навыкам на этой миле, и далеко не обязательно быть тем самым суровым бородатым программистом, и программистам есть не только такие, и вообще как бы это просто продвинутое пользование компьютером в конце концов. Тем более, что когда все там рет, мы будем компьютеру просто говорить по шагам что делать, прям голосом, и не нужен будет питом никакой, и да, санитист тоже будет голосом говорить, и да, обучать свои нейроночки, поэтому осталось только пережить этот момент вот отсюда до голосового ввода своих хотелок, вот. можно большие массы учить немножечко программированию на чем-нибудь попроще. Питончик подходит. Категорически не согласен, ну отлично. другое дело, другое дело, стоит, например, сразу сказать, что, вот, например, если вы научились, научили вашего ботика 2 и 3 складывать, это вы не программист, как бы, в широком смысле. Как? С этого момента. Вы можете немножечко программировать. Угу. Понятно. Так, ну отлично, спасибо всем большое, всем пока, отлично поговорили. Пока, спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok